всем привет уважаемые зрители сегодня по многочисленным просьбам проедем мы по траектории будущего объезда президентской дороге а именно того участка где путепроводы будут демонтировать а сейчас мы приближаемся к ялтинскому кольцу и пользуясь случаем я покажу вам проезд ялтинского кольца опять же по временным объездам движемся в правой полосе убеждаемся что в нашей правой полосе куда мы собираемся выехать никого нет и выезжаем ну а далее в левую полосу дабы на первом съезде это на ялту не смущать тех кто выезжает с ялты на кольцо вот это движемся в левую полосе давая возможность с ялты выехать в правую полосу а дальше уходим в правую потому что следующий съезд герман наш съехали проезжаем этот участок где будет надземный переход и строится ливневая канализация много подписчиков прошлом обзоре ялтинского кольца дали ценные комментарии разъяснения касаемо вот этих всех вещей поэтому мы следующий раз это учтем в следующем обзоре сейчас мы движемся по направлению на энкерман справа была севастопольская тесса если что был указатель закрытой пленкой там написано куда поворачивать чтобы попасть на объезд вот здесь мы поворачиваем на штурмовое и сахарную головку здесь знак стоп желательно на нем остановиться потому что иногда в засаде дежурит экипаж дпс может вам предъявить что вы не соблюли требования знака движемся по селу штурмовое тут много участков с ограничением 40 км в час поэтому соблюдаем осторожность поэтому соблюдаем осторожность а 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 вот это поворот на хмельницко а здесь будет объезд для грузовых то есть грузовые дальше не идут они едут через хмельницко там будет соответствующий указатель а и знаки мост через черную речку проехали там собирали вот эту плавучую насосную но сейчас она в том виде в котором я вот последний репортаж вам показывал короткий с тех пор не особо что-то изменилось его просто перетянули на другую сторону речки по другую сторону моста по другую сторону моста здесь налево везде будут указатели куда поворачивать вот тут школа в связи с тем что будет большой трафик по вот этой улице нефтяной вход в школу перенесли на сторону менее оживленной улицы сейчас мы движемся по улице нефтяной Продолжение следует... Вот здесь вот, это временная дорога, по которой можно будет выехать на восьмой этап. Движение не перепущено. Ну а мы продолжаем движение, мы едем под путепроводом через улицу Нефтяную и Железную дорогу. Я вам покажу, как я попадал в Инкерман во время того, как была закрыта улица Чернореченская. Сейчас ее уже досрочно открыли, в связи с тем, что будет перепуск движения на вот этот объезд. Ну а ранее она была закрыта, и я сейчас покажу, как я ездил в Инкерман вот отсюда, по кратчайшему пути. Это будет вторая часть нашего видео, ну так, вторая, типа бонусная. Я вам покажу маршрут, по которому... Я была в Инкерман, потому что я была сюда приехала, тут снимаю, потом надо в Инкерман ехать. Вот сюда. И... А, сходя. Нет, это очень удобно, так было. Вот так, не термман. Сейчас тоже открыли, но я еще, сейчас открыли. Это, похоже, на бытовой городоке база производственная база. Это производственная база. Она же бытовой городок. Ну, база строителей восьмого этапа. А мы поворачиваем сюда, за мотоциклом. Тут еще бетонный завод. И вот приближаемся к препятствию. Это единственное такое препятствие, ощутимое, на вот этой всей трассе, так сказать. Надо проехать вот под этими трубами. Если у вас машина средней высоты, так сказать, то имеется вот такая труба, надо под ней проехать. Как бы это проблематично будет. Ну, с зазором несколько миллиметров мы прошли под трубами. Кстати, видите, железнодорожный мост через Черную речку, его красят. В этот раз тоже. Работают промоальпинисты. А один раз я цепанул. Слева Черная речка. Красиво. Дорога здесь так себе, но люди на девятках, на всяких там, на жигах. Кстати, кто может обратил внимание, это мотоцикл. По ней ездят. Его красят. Грунтует, красят. Грунтует. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...